Девушки отдыхают Многодетной мамой, канал Мать-Героиня Ну и на канал Алексей и Кухня Напоминаю вам о том, что у меня появился Телеграм-канал, а также мой канал Можно найти на Яндекс.Дзене Ссылочку обязательно Закреплю в комментариях Ну а вы, конечно же, не забывайте Переходить и подписываться Ну что ж, ребят, вы знаете Вчера я посмотрела Стрим Лешки-Картошки Мне написали, Галь, посмотри Написали даже минуты, спасибо огромное Что хочу сказать Что весь вот этот бред, конечно же Весь стрим я слушать не стала И больше слушать его целиковые стримы Вообще не собираюсь, потому что это полнейший бред Полнейшее фуфло Вы знаете, вот как раз таки Лелька Когда кричит относительно говноканалов Я могу сказать, что говноканал Это как раз таки каналы ее детей Вот это действительно Самые настоящие говноканалы У которых нет ни концепции Ни контента Абсолютно ничего Это вот, знаете, Лешка-Картошка Самый настоящий недоблогер Вы знаете, Лельке можно все-таки На что-то сделать скидку На то, что, по крайней мере Она хотя бы сама, так скажем, да Ну, отчасти сама В большей степени Сама себе набивала Своих вот этих вот подписчиков Что касается ее деток В частности, мы с вами Сейчас говорим Именно непосредственно о Лешке-Картошке Так вот, там полностью Все подписчики Которые имеются у данного Так скажем, недоблогера Это все подписчики Которые пришли к нему Только лишь благодаря его матери Если бы не мать Если бы у него не было бы матери блогера Не видать ему не то, что Тридцатитысячной аудитории Но и даже Триста человек У него бы никогда бы не нашлось Потому что вообще просто Ни о чем Неинтересно Так вот, друзья мои Вы знаете, я посмотрела Посмотрела, что же там такое Вот кто-то, конечно, скажет Из защитников Лешки-Картошки Как так вот наезжает на пацана Бедный парень и так далее Вы знаете, я вот смотрю Как книжки читать И как учиться Да, ему 16 лет Вы что, вы что Он еще маленький А вот как сидеть Как и маман с протянутой рукой И просить деньги То на какой-то там первоначальный взнос То на компьютер То, значит, ему на пельмени кидают То на фрукты Тут он получается уже очень взрослый Но раз взрослый сидит с протянутой рукой Как и мама-попрошайка Значит, спрос с него Тоже будет, так скажем, взрослого Как со взрослого, да В любом случае Он уже блогер Это его личный канал Друзья мои То, что я вчера увидела Но это просто Это просто что-то с чем-то Сейчас он сидит Собирает себе на компьютер Посадила рядом с собой Даню Даня сидит Вот Даня вечно у них Какой-то весь потерянный Какой-то забитый Я не удивляюсь Что над ним в школе смеются Потому что Дане Действительно видно Что ему очень достается Особенно от Лешки картошки Он рядом с ним Весь затюканный Пытается ему угодить И это очень заметно Ну и ведет себя Так скажем Совсем неестественным образом Жалко ребенка Да, ребенка жалко Потому что раньше по крайней мере Папаша хотя бы была рядом Теперь и папаши нет Поэтому защищать Даню Как говорится некому Да Я так понимаю Дане тоже заняться нечем Кроме как наблюдать В свои 8 лет Как вот попрошайничает Старший брат Ну что ж, друзья мои Достойная замена Растет у поберухи Ничего не скажешь Мать молодец Проторенной дорожкой Пойдут абсолютно Все дети поберухи Ну, возможно За редким исключением Хотя, вы знаете Я что-то в этом Как-то даже сомневаюсь Но не об этом Не об этом я хочу поговорить А о том, что Даня Сам того не желая Сдал с потрохами Родную мамку И когда Лешка Картошка спросил у Дани А чем же Даня Сегодня занимался Весь день тот сказал Чем-чем, говорит Я работал Да, говорит Дяде Саше помогал Друзья мои Не успел Даня Произнести Вот эти вот слова Что он помогал Дяде Саше Как Лешка Поменялся в лице Надо было видеть Его выражение лица Вот знаете Если бы взглядом Можно было бы убить Он бы это точно сделал И тут же Демонстративно Лешка Картошка Отключает микрофон Ну, ребят Могу себе представить Что он там сказал Ребенку Когда он отключил микрофон Потому что Дане Сразу же стало плохо Он сразу же побелел Потом он закрыл лицо руками Он понял, видимо Что да Какой он совершил Так скажем Огромную просто ошибку И за эту ошибку Конечно же Придется ему расплачиваться Я думаю Причем очень Даже очень серьезно Могу себе представить Что ждет Даню После вот этого эфира Потому что Даже на эфире Еще до этих слов Лешка Картошка Срывался на нем Несколько раз Очень грубо Нервно разговаривал Ну, что касается Леши Видно, что у молодого человека С психикой Не все в порядке У него действительно Огромная проблема С нервами Ему надо лечиться Это действительно правда Потому что Он очень вспыльчивый И не раз Братья и сестры На него, кстати Жаловались И даже матери На стриме Но мамки Нет до этого Абсолютно Никакого дела Она и сама В принципе Любитель поколачивать Деток И орать на них Почему бы Да Почему бы Другим Этим тоже Как говорится Не заниматься Вы знаете Мне понравился момент Который сказал Лешка Картошка Вот чуть было Не забыла Этот момент Обсудить Когда он сказал Что да Да У меня проблема Говорит С дыханием Потому что Я упал На зону бедра Вы знаете Честно Я никогда не знала Что у нас Зона бедра Теперь отвечает За дыхание Ну что ж Как говорится Будем знать И кстати Друзья мои Вы знаете Вот то Что Даня сказал Что он помогал Дяде Саше Я конечно Все прекрасно понимаю Я вот прекрасно Понимаю тот момент Что Лелька Конечно же Потом скажет Что вот этот Дядя Саша Это новый работник Да И что вы там думаете Это вообще Это не Шурик И так далее Здесь все понятно Они всегда Как говорится Будут прикрывать себя Ну Никто вообще Не сомневался В том Что Шурик Там торчит Давно Уже давным-давно Я об этом говорила Уже давным-давно И вы мне об этом писали Давным-давно Засветили куртку Шурика Да И месяц тому назад Я уже говорила О том Что Лелька Стала чересчур Довольная Чересчур Счастливая Стало понятно Что у нее рядом Есть Любимый мужчина Поэтому она Вести себя Стала абсолютно По-другому И вот эти вот Ее отъезды Двухдневные Помните Когда она Уезжала Оставив Все на своих детей И как раз таки Уехал одновременно И вот этот вот Помощничек Все становится Понятно Что Лелька Конечно же В отеле Была не одна Как мы уже Тогда с вами Говорили И я сказала Что уехала Она с Шуриком Мне кстати По этому поводу Был даже ролик Назван С Шуриком Уехала С любовником Уехала В отель Так вот Плюс ко всему прочему Мы с вами Прекрасно знаем Что Лелька Везде И всем Запретила Что бы то ни было Говорить о Шурике Вообще Упоминать его имя А уж тем более Плохо о нем Отзываться Понятное дело Что когда она Поставит с ним точку Если такое Произойдет То тогда конечно Она сама Будет поливать его Грязью Ну а пока он Так скажем Является ее Альфонсом Любовником Пока Конечно же Никто не имеет Право Говорить о нем Какие-то плохие вещи Исключительно Только хорошо Да Зачем Лельке это надо Зачем По сути Да Вот кто-то спросит Она скрывала Все вот эти вот Моменты Что Шурик Есть в ее жизни Он живет Вместе с ней Зачем Да все очень просто Друзья мои Вы знаете Так гораздо Удобнее Она же Прекрасно Понимает Что матери Десяти детей Одинокой Женщине Будут подавать И донатить Куда охотнее Нежели Женщине Которая Живет Рядом С мужчиной Ведь вспомните Когда она Даже вместе С Шуриком Выходила на стрим Многие зрители Интересовались А почему Ты спрашиваешь Да Просишь Помощи у посторонних Людей Просишь денег У посторонних Людей А не спрашиваешь Со своего любовника Помните Ведь были такие разговоры Были конечно Здесь Лёлька Прекрасно понимает Что конечно Ей так будет Намного удобнее Я одинокая женщина Помочь мне некому И конечно же Я мать Десяти детей Ну и естественно Конечно же Хомячки Начинают таять И тут же Открывают Свои кошелечки Да и плюс Друзья мои Лёлька Решила Остроить Перед нами Эдакую Знаете Сильную Достойную Женщину Которую Теперь будут Все Исключительно Мужчины Добиваться Да Вспомните Как она говорила Про Шурика Я верю в него Я верю в нашу любовь Он поехал На заработки Доказывать Свою Любовь Ко мне Ну оно и понятно Что Шурик Теперь свою любовь К Лёльке Доказывает Исключительно В Лёлькином сарае С коровами Да Именно так Он доказывает Там свою Любовь К Лёльке Поэтому И помощника Никто в глаза Не видел Помощник Типа Сниматься Не хочет Ну все понятно Чего как говорится Его снимать Этого помощника Шурика Уже все видели Прекрасно И знают прекрасно Что он из себя Представляет Но вы знаете Все таки Самое ужасное В этой семейке Это то Что там Врут Исключительно Все Абсолютно Вернее Все Врут Начиная С маман Старшие Дети И младших Детей Учат Тому же Самому И вот Знаете Тут же Сразу Я вспоминаю Люлькина Слово Когда она Говорила На стримах Я Никогда Я Никогда Никому Ничего Не вру Ну Ну Оно И заметно Ну А то Что Друзья Мои У Дани Была Такая Реакция Да Когда Вот он Сказал Что я Помогал Дяде Саше Работал Лешка Картошка Отключил Микрофон Отчитал Даню Чтобы никто Не слышал А потом Да Даня Вот так Вот схватился За лицо Закрыл Лицо Руками Даня Видимо Понял Чего ему Потом Надо будет Ожидать И потом Когда Лешка Картошка Включил Микрофон И говорит Вот просто Знаете Вот считает Наверное Всех Что все Дурнее Дурнее Него Да И говорит Ну да Ты маме Помогал Тот говорит Ну тот Кивает головой Да Да Говорит Ты маме Помогал Весь день На хозяйстве Боже мой Я в шоке Ну о том Что Лешка Бьет Младших Детей Об этом Даня Уже Рассказывал На одном Из стримов Он жаловался Своей матери Там и Саша Была И дети Все были Вместе Ну а матери В принципе По большому счету Без разницы Она прекрасно Понимает Что она уезжает И бросает На старших Детей Младших Детей И ей По большому счету Все равно Какими методами Они там С этими Младшими Детьми Как говорится Справляются Что касается Лешки То там заметно Что ему Действительно Надо знаете Лечить свою психику Потому что Он очень Нездержанный Мне кажется Что младшим Детям Бедным Несчастным Достается Просто там По полной Программе То что Даня Вечно сидит Рядом с ним И смотрит на него Как кролик На удава Это уже говорит Об очень многом То что Дане Достается Скорее всего Конечно Когда там был Женька Б По крайней мере Дане так Не доставалось Но еще Учитывая тот момент Что Даня Вообще Сам по себе Очень похож На Женю Б И внешне похож И по характеру Такой же Знаете Ну вот Так скажем Вот И поэтому Я думаю Что Даньке Достается Вообще В большей степени Нежели Всем остальным Ужасная ситуация Ребенка жалко Да конечно Жалко ребенка В любом случае Ребенок Ему всего Навсего 8 лет И конечно же Ребенок ждет Да какой-то там Защиты От кого-то От кого Папка живет далеко Мамки Не до них Не до детей Мамка Где угодно Болтается Только не находится Вместе со своими детьми Ну а то что Лешка картошка Вы знаете Многие Вот им восхищались Да и говорили Ну вот Леша Вот на него Мама вот так много Детей кидает Да туда-сюда Вот бедный Леша Да никакой он не бедный Он точная копия Своей мамаши Он в наглую сидит Ему 16 лет Он в наглую сидит И выклянчивает Вот эти вот донаты И считает это Абсолютно нормальным Считает абсолютно нормальным Что он два слова Связать не в состоянии Хотя ему уже 17 год Учиться он не хочет Самый настоящий неуч Который готов сидеть Всю оставшуюся жизнь Как и его мама Просто с протянутой рукой Ну конечно Ничего хорошего Ребят с него не получится Абсолютно Плюс еще такое отношение К младшему Да вот этот Даня Младший его на 8 лет Ну как так можно Как так можно пугать Зашугивать этого бедного Несчастного ребенка Который там потом сидел Уже весь побелел Просто как стена И закрыл лицо руками Понятное дело Он прекрасно понимает Что ему как говорится Потом придется За свои вот эти вот Случайно сказанные слова Отвечать Ребят Вот такой у меня получился Обзор Пишите что вы думаете По этому поводу Оставляйте свои комментарии Ну что ж Всех целую Обнимаю Всем желаю Всего самого наилучшего Берегите себя Своих родных и близких Здоровья Здоровья Еще раз здоровья Ну и конечно же Всем тем Кто подписывается на канал Всем кто ставит лайки Всем кто пишет Хорошие адекватные комментарии Всем огромное спасибо Всех целую Всем пока Всем пока